Тихо. Ну что ж, уважаемые друзья, мотор, камера. Мы сегодня снова с вами встречаемся. Наша традиция неизменно. Четверг, 22 часа, 10 часов вечера по Москве. Мы встречаемся со Светланой Лавровой, которая уже восьмой месяц находится в режиме без еды и без воды, с малоспанием. И Светочка избавилась от многих недугов. Ее к этому режиму автономии, в общем-то, привела болезнь, наверное, которой можно сказать и спасибо уже, да, поблагодарить. Как говорит Семельников, возлюби свою болезнь. Итак, Светочка, тебе слово. Я знаю, что ты проводишь марафоны, сама уже участвую в третьем марафоне у тебя. Сейчас у нас практически марафон для всех желающих, кто находится в закрытом клубе. И, соответственно, сегодня у нас пятый или шестой день уже. А, ну, сегодня у нас четвертый, да, четвертый день. Я жду это слово тебе, Светочка. Говори, пожалуйста, здравствуй. Всем здравствуйте. Спасибо, что пригласили. Да, у меня очень-очень здорово, что вот в закрытом клубе очень многие присоединились и к депривации сна, и к дням, чтобы себя посмотреть, как себя раскрыть на сухих днях, на чистых днях. И я, если честно, даже не ожидала, что столько народу будет. И очень разные опыты с разными, с разным опытом ребята заходят. То есть есть даже те, которые ни разу не были на сухих днях. И это не страшно, потому что это у нас в любом случае необязательное условие. В первую очередь мы прокачиваем свою голову, свой мозг. Но единственное, что я сразу же говорю, что если, ребят, хотите присоединиться в закрытый клуб, пишите мне, либо пишите в школу автономии, потому что в закрытом клубе очень много... Там стоит у нас месяц, стоит 500 рублей абонентская плата, такая чисто символическая. И есть у меня на сегодняшний день один платеж, слава богу, что один, есть один платеж, неподтвержденный, и человек не выходит на связь, я не знаю, как идентифицировать. То есть очень многие люди делают запрос в Инстаграм. Запросов у меня более 20 в Инстаграм, но я их не могу идентифицировать. То есть, ребят, если вы оплачиваете, то вместе с квитанцией, чтобы я понимала, что это вы, вы должны написать свой ник, который у вас в Инстаграме, и сделать запрос, потому что иначе я вас совместить не могу. Вы, бывает, оплачиваете с одного счета, пишите мне, например, в Телеграм, у вас там другая имя, фамилия, а запрос делаете с третьего ника и не даете о себе знать. Вот нужно как-то вот все, это все как-то детально, потому что я иначе не смогу вас идентифицировать, не смогу вас подключить. А информации сейчас очень много, и сегодня у нас… Спасибо большое. И сегодня у нас был прямой эфир с Риммочкой, она нам дала практику, у нас столько отзывов. У нас Настя давала практику уже в марафоне, Настюша, которая ведет импульс, но у нее сейчас очень много своих на работах. Римма давала. Меня просто ребята завалили такими очень приятными сообщениями, просто чудесными, насколько у них начинает раскрываться тело, отзываться тело. Естественно, это отражается и на нашем восприятии нашего мира, но это очень круто, ребят. Кто хочет более глубокие практики, конечно, идите в марафон, потому что не все те лекции, которые я даю в марафоне, даю в закрытом клубе, потому что не все подготовлены к этой информации. Кто хочет более глубокие практики, присоединяйтесь к марафонам таким, к закрытым. Кто хочет себя расширять на постоянной основе, и у кого, например, нет какой-то возможности финансовой участвовать в марафоне, либо иной возможности, то ничего страшного, для вас есть закрытый клуб, вам всего 500 рублей, и там весь марафон будет, все эфиры, все практики наших девочек, они будут в записи доступны, будут всегда. Поэтому присоединяйтесь, там уже очень много полезной информации. Мне кажется, здорово было. Присоединяйтесь. Да, на самом деле уже очень много информации, начиная от вас, от йогурта домашнего, там как можно обойтись хорошими такими рецептами, которые не навредят. Я смотрю, все в копилочку, Света складывает в нашем закрытом чате прекрасно. Ну что ж, Светуль, давай тогда твои вопросы накопившиеся, пожалуйста, а ребята пока раскачиваются. Так, накопившиеся вопросы сейчас. Я не подготовила, чтобы они были рядышком. Тогда, Светочка, вот здесь задам вопрос. Я, конечно, понимаю, что раз ты у нас не йог, но тем не менее у тебя же информация приходит сразу же. Ну, если что, я да, отвечу. Скажите, пожалуйста, метод дыхания побутейка, не побутенко написано почему-то, ну ладно, имеет аналогию с фроноямой? Танечка спрашивает. Да, ребят, я уже отвечала, что я специально дыханием не занимаюсь. Я просто иногда, когда я сижу в состоянии, наверное, медитации, это называется, да, то я бывает чувствую, как у меня идет дыхание. Оно, когда вы без еды и без воды, тем более, когда вы минимизируете сон, то у вас дыхание становится иным. Я, конечно, не скажу, что оно полностью останавливается. У меня еще оно полностью не остановилось, но оно иное. Оно бывает, что прекращается в какие-то моменты. Но чтобы специально как-то делать дыхательные практики, я не делаю, поэтому я не знаю пранаям, правда не знаю. Я далека от этого, от чакры, от пранаям. Я вот в этом вам ничем не могу помочь. Это слово только реми, потому что я в этом ноль. Я могу сказать только следующее, что понятно, что люди немножко даже перепутали, там не бутенко, а бутейка у нас. Но этот известный врач, в общем, было взято, это все, конечно же, из йоги, друзья. Основа, мы не будем спорить, что было вперед, там какая йога славянская, либо она индийская, либо там цигун был вперед. Это неважно. Главное, что зерно взято оттуда, как только раньше были эти все практики. Поэтому, конечно же, умные ученые, каждый себе, скажем, поназывал под своим именем, вот это все нормально, так как сделали это более доступно для... Ребят, у кого там не выключен звук, пожалуйста, Леночка, выключите. Вот, и Ольга тоже, смотрю, включена. Вот, и поэтому человеки так устроены, что они, конечно же, называют своими именами, они модернизируют, это нормально. Так же, как и холотропное дыхание сделали медицинским. Да, а было это все, холотропное дыхание считалось раньше шаманскими техниками, но так как это было за грани, недоступно, поэтому все это медикализировали, как я говорю. Так и здесь. Да, любое дыхание, друзья, по Фролову, вот есть аппарат Фролова, любое дыхание, там везде будут глубокие вдохи, задержки дыхания, выдохи, и это имеет место быть. Поэтому лучше делать хоть по какому методу, хоть какого автора, и лишь бы вы делали дыхание. Потому что самое лучшее – это, конечно же, дыхание и между ними задержки дыхания. И уж как бы это ни называлось, какой бы автор ни был, практикуйте, приходите к своему решению, потому что ваше тело не обманет. Если вы сможете держать задержку, значит, так тому и быть, комфортно. Если тело не держит, то здесь уже напрягаться не сильно нужно. Ну, а на автономии, на неедении, естественно, как Светлана сказала, дыхание совсем иное. Поэтому вам не нужно делать какие-то искусственные вещи. Ну, вот если астма, кто страдает, то обязательно нужно дыхать на технике. Все. Благодарю за слово. Светочка, если есть вопросы, продолжим. Я тоже посмотрю. Я вопросы не сохранила, поэтому я готова отвечать на вопросы, которые есть сразу же. Хорошо. Ребята, может быть, кто-то у нас в зуме сейчас возьмете микрофон, если есть вопросы. Желание такое, чтобы вы мне рассказывали, ну, например, понятно, что когда вы захотите что-то добавить, это другое дело. А вот сейчас пока вопросы. Потому что, если мы сейчас будем рассказывать, что-то где-то кто-то сказал, если есть опыт свой, то, пожалуйста, пожалуйста. Если вы уже автономите, либо есть какие-то сейчас вопросы, либо были, пожалуйста, пожалуйста. Но вот пока я здесь вот вижу, да. А какая мотивация у Светы быть на автономии? Спасибо. Ну, видимо, у нас же все-таки подключаются новые люди. От Леночки вопрос. Вот. Какая мотивация, Света, у тебя быть на автономии? Выхода нет. Изначально мотивации, конечно же, не было. То есть я была далека от этого. Я постоянно работала. Работа мне очень нравилась. Я работала в недвижимости. Но у меня с детства был такой недуг, как ад, астма. И я была более 30 лет на гормональной терапии. И в один прекрасный день мне, я когда вызывала скорую, я уже сама себе научилась, естественно, ставить внутривенные лекарства, внутривенные гормоны в том числе. И вызывала как-то скорую. Мне уже сказали, уже скорая меня знала. Они сказали, ну, как бы, мы к тебе не поедем, потому что фиксировать смерть – это, ну, это минус для нас. То есть у них это все подотчетно. Она говорит, давай играть чуть попозже, потому что больше гормонов, чем ты себе поставила, мы тебе поставить не можем. Сердце не справится. А меньше у тебя как бы не помогает. Вот. И когда вот это случилось в первый раз, тогда, конечно, я задумалась. То есть моя мотивация была от избавления от астмы. Для меня это было важно, потому что у меня уже стоял вопрос между жизнью и смертью. И в процессе, когда я начала, у меня несколько было заходов на два месяца, на три месяца, на четыре месяца, на два с половиной месяца. И всегда меня в какой-то период времени меня все время выбрасывала моя непроработанная психика. Это очень важно. Но я четко понимала, что физическое состояние, как только я начинала кушать, у меня из-за гормональной терапии, у меня уже диафрагма, мышечная диафрагма уже настолько не работала, что при любом питании у меня уже начиналась одышка. То есть у меня не работала диафрагма, и мне было тяжело дышать. Что бы я ни поела, как бы я ни поела, сколько бы я ни поела. И я все больше и больше приходила к тому, что, видимо, еда – это уже не мой вариант чисто с физической точки зрения. И тем более, если я понимала, что я могла уже не кушать 4 месяца, 3-4 месяца без еды и без воды быть, то я понимала, что я могу и дальше идти. И вот постепенно я все-таки сознанием пришла к тому, что я больше не хочу кушать, я больше не хочу задыхаться, я больше не хочу себя чувствовать неполноценным человеком, когда все вокруг нас настолько цветет, настолько готово для нас, что захотелось мне наслаждаться этой жизнью. И поэтому я приняла такое решение убрать из своей жизни еду и жидкость, и постепенно сон. Я тут как раз, в продолжении, вопрос такой от Александра. Какая психосоматики, астма, и что конкретно вызвало эту болезнь у тебя? Ну, к тебе все вопросы. Ну, вообще, астма – это не из раздела заболеваний, то есть ее даже нет в энциклопедии, и ее, если кто-либо рассматривает, то это не считается заболеванием, это действительно, как у нас многие говорят, что это психосоматика, и многие, очень многие психосоматики тоже утверждают, что астма – это про прощение, то, что нужно прощать, нужно простить, нужно прощать, нужно это. Я очень долго работала с этим, мне кажется, я простила уже на 33 круга всю планету вокруг себя, и ничего мне не помогало. Пока я в ином состоянии, когда я уже очень была длительное время на сутки дня, и там меняется восприятие этого мира, и когда я была в ином состоянии, я поняла, что астма не только у меня, а у всех других, почему многие не могут пролечить ее прощением, потому что астма – это про желудок. Астма – это именно про желудок, почему у нас и не работает диафрагма астматиков, потому что она находится над желудком, в который мы скидываем то, что нежелательно. Еще могу пояснить, почему астма – это про желудок, потому что когда мы рождаемся, у нас зарождается жизнь через живот, у нас идет куповина, у нас на животе, живот – это наше живо, и пока мы во внутриутробном состоянии у мамы, мы питаемся через куповину, через свой живот, и получаем кислород мы через тело, через воздух, через куповину, не через легкие. И только когда мы выходим на этот мир, нам искусственно запускают легкие. Это называется в медицине термин, если я не ошибаюсь, раскрытие легких. И только после того, как мы рождаемся, у нас эта часть начинает действовать, рождение легкие. И именно если мы не проработаем живот, нашу живость, с чего начиналась наша жизнь, с чего начиналось наше дыхание, то мы никогда не проработаем все остальное. А легкие это только побочный эффект в нашем теле. Легкие это не про дыхание, легкие это астма, это не про прощение. То есть, если мы будем постоянно себя ковырять, как вот это старое болото, месить, 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 это будет безрезультатно, если мы будем что-то прощать, кого-то прощать. Астма это всегда про желудок. И если у кого-то не проходит именно астма, то я бы вам рекомендовала обратить внимание именно вот на эту часть, проработать ее и с физической, и с психологической, и с психической стороны. Я думаю, что ответ развернутый на самом деле, потому что я вот тоже работала с психосоматикой, но мне тогда казалось, что астма это про невысказанность, вот, про то, что что-то с детства либо не дает, либо страшно высказаться, вот, ну, может быть, не с детства, может быть, потом накапливается, но тем не менее, думаю, тебе виднее, Светочка, раз ты уже это прошла, очень-таки, очень-таки успешно. Хорошо, и здесь еще у нас есть вопросик, я его немного пропустила, вернулась, скажите, пожалуйста, как чистить печень? Как чистить печень? Ну, я особо в чистки не вдавалась, но я могу, ребят, сказать, что если вы чувствуете, что если вы чувствуете действительно не потому, что кто-то сказал, что это нужно, не потому, что вы где-то прочитали, не потому, что вам кто-то сказал, что с печенью что-то не так, а если вы действительно чувствуете, что вам нужно почистить Именно печень, если вы чувствуете, что здесь какая-то тяжесть, какое-то подташнивание, может быть, белочки на глазах немножечко пожелтели, то тогда в этом случае я бы просто порекомендовала, я бы, наверное, не насиловала вашу печень всякими различными чистыми, но я бы порекомендовала на заход в чистые дни. Когда вы заходите в чистые дни, то магнезия, по-моему, она называется магнезия, то вот эту вот магнезию развести, ну, там, получается, один грамм, по-моему, на килограмм, если я не ошибаюсь, вот развести эту магнезию, выпить ее, я ее два раза, по-моему, делала себе, просто на стакан горячей воды размешивала ее, потом остывала вода, я ее пивала. Далее вы делаете либо легкий-легкий, очень легкий, травяной какой-нибудь настой, ну, прям совсем легкий, либо просто вода с лимоном, горячая вода с лимоном. Кладете сюда на правый бок грелочку, сами вкладываете, там, перед телевизором, перед компьютером, неважно, на грелочку, именно на печень, и в течение часа пьете эту горячую воду с лимоном. Можно немножечко добавить меда, это уже на усмотрение. У меня тут кошки. И в течение часа пьете вот эту вот горячую воду и лежите на грелочке, на горячей грелке, чтобы именно было печенью. И у нас что происходит? У нас происходит, что вот эта вот магнезия, соль, да, она получается, что она себя втягивает все-все-все из вашего организма максимально. И когда у нас горячая на печени, то у нас желчные оттоки, желчные пути, они от горячего расширяются. И вся вот эта вот застойная желчь, она вытягивается на эту магнезию. И если вы потом пойдете в туалет, ну, вы в любом случае потом пойдете в туалет, вы даже увидите, что у вас кал, он абсолютно другого цвета будет. Вот он будет с такой прям чернинкой, потому что вот эти вот желчные оттоки все почистятся. Это все, что из моих рекомендаций для печени, все, что я бы рекомендовала. Ну и, конечно же, выход из сухих дней – это на полыне, потому что полынь обладает, я уже много раз рассказывала, какими свойствами, и в том числе желчегонный. Когда у нас уже после сухих дней у нас лишняя вода вышла, у нас желчные оттоки, они уже немножечко прочистились, а что не прочищено, осталось именно в этих трубочках, и печень у нас уже, она немножечко сжимается на сухих днях, потому что там жидкости не так много, там только, получается, ваша жидкость и циркуляция крови идет. И когда вы полынь начинаете пить, то как бы эта печень сначала как губка раскрывается, впитывает эту полынь, а потом как губка прочищается, вымывается все это. И у вас вот эта вот желчь, она естественным способом, она выходит, тоже очень комфортно, без всяких трудоемких чисток, которые делаются по несколько дней в определенные часы. И некоторые говорят, что это даже очень болезненно, когда там какие-то камушки пойдут. Я думаю, что все-таки экологичный способ было бы здорово. Спасибо, раскрыла. Мы топим за экологию, на самом деле, и без лишних костылей, да, каких-то химических. Хорошо, я хочу спросить друзей в нашем чате Zoom. Может быть, есть у кого желание задать вопрос голосом? Присоединяйтесь, задавайте, или мы будем продолжать зачитывать вопросы. Пожалуйста, Сергей. Добрый вечер. Немножко, немножко по чистке печени. Там чистить можно, но если, например, нужно, чтобы человек знал, или есть у него камни, и какой величины. Вот у меня девушка спрашивала, у нее 2 сантиметра, это большой. Просвет 0,5. Если начнется чистка, все пойдет, может забиться. То есть очень-очень осторожно нужно с этим быть. Ну, вот это такое. Спасибо. Хорошо. Сергей, вы же у нас медик, да? Ну вот, у нас уже есть свой консультант. Все, тогда будем брать третьего. Хорошо. Сергей, вам надо быть. Я просто со своего личного опыта уже знаю, как-никак медицина связанная. Да, вот просят. Перед тем, когда чистка, чистка быть вот эта, обязательно человек должен знать, какой величины камни и сколько, и как, чтобы потом не спровоцировать, сами понимаете. Сережа, или погромче, или поближе к микрофону. Там, когда можно говорить, да? Да, мы поняли. Сейчас услышали все. Вот, на будущее. Ну что ж, если нет вопросов у наших матросов из зума, мы пойдем в ютуб. Как у нас? Нет вопросов, да? Я иду в ютуб и зачитываю. Итак, сколько личностей в нас живет, Светочка? Как ты думаешь, сколько в нас живет личностей? Ну, мы есть, мы. У нас нет личностей, субличностей, подличностей, надличностей. Если мы будем заморачиваться про это, то мы, наверное, всю свою жизнь просто убьем на то, чтобы вообще пересчитать, сколько нас всего, пересчитать, посадить их на место, накормить, уложить спать и все остальное. Мы есть единое, не надо делить нас на что-то, на какие-то личности. Мы как раз про то, что про тотальную честность, чтобы скинуть эти маски, убрать роли и быть самим собой, единым самим собой. Да, я прямо сменялась, правда. Действительно, пока там всех их накормишь, спать и ложишь, расчешешь, помоешь и забудешь уже, кто ты на самом деле. Спасибо за ответ, великолепный. Я думаю, что всех устроил. Еще. Нужно ли избавляться от биоты? Вот такой вопрос, так как у нас про биоту, ой, сколько мы говорили. Нужно ли избавляться от биоты? Ребята, я все-таки, наверное, за то, чтобы прорабатывать голову. Потому что если у вас голова не проработана, вы в свой организм поселите и биоту, и личности, и подличности, и субличности, и еще хоть кого. Но пока вы разрешаете в себе находиться еще чему-то, либо кому-то, у вас всегда это будет находиться. И глисты, и черви, и пиота, все что угодно в вас будут находиться только с вашего разрешения. Как только вы становитесь самим собой, как только вы становитесь целостным самим собой, то у вас уже подселенцев не будет. Вы будете четко понимать и снаружи, и снутри, что такое вы, что есть вы. Вы – это энергия, это не биота, это не субличности, это не глисты, и это не бесконечные чистки, вычищение чего бы то ни было. Поэтому если вам… Я все-таки, наверное, думаю, что люди, которые топят за биоту, да, я бы так сказала, это, наверное, те личности, которым не хватает, что-то у них не хватает в жизни, и они свое внимание направляют именно на тот процесс, который требует от них какого-либо действия, какого-либо внимания, какого-либо участия именно про это биота. Если вам есть куда себя применить, если вы настолько интересны перед самим собой, то я думаю, что вам неинтересно будет чья-то биота, потому что у вас этой биоты уже не будет. Ответ. Развучал. Хорошо. И вот еще вопросик такой хорошенький. В ваших практиках сухого голодания и депривации сна вы вспоминаете свои прошлые жизни? Вот действительно, у тебя же очень длительная практика, Светочка. Есть ли у тебя какие-то воспоминания, может быть, что-то по-другому происходит? Ну вот, интересно, что-то из того прошлого опыта. Ну, я могу сказать, что в этом процессе, в этом заходе, да, на чистые сухие дни у меня не было такого опыта. Но в предыдущий раз я, может быть, потому что я сейчас, наверное, не нацелена у меня внимание туда, а нацелена здесь и сейчас. У меня сейчас очень много процессов идет. Но в предыдущий раз, как бы это, наверное, со мной это не соотносится, но тем не менее, я видела себя в двух разных веках, так скажем. И я слышала в одном из своих иных проявлений, я слышала, какая я была, что для меня было, что мне сейчас дано, и какая будет следующая жизнь, то есть вот эта вот, которая у меня сейчас. Такое было, от этого не могу отмахнуться, поэтому да, было, но это было, когда я три месяца, по-моему, я была вне еды, и вот это вот у меня со мной, да, случилось. Я это увидела в свои две предыдущих жизни. Не знаю, насколько вот это имеет место быть, то есть сейчас я в этом состоянии, я туда не заглядывала, в этом состоянии я пока здесь живу. Возможно, если у меня будет какое-то стремление еще раз посмотреть там, то я, возможно, что-то вам еще новое расскажу. Но пока я здесь. Тиша. Рада, что Света здесь. Здесь и сейчас, и мы тоже к этому идем. Есть один, ну, как бы один человек, Александр, у него три вопроса в одном, я зачитаю сразу же. А какой режим тренировок и холодной воды, то есть вот тренировок, какой режим у тебя, какой холодной воды, применение сауны и что нравится делать сейчас? Как идут дела в целом? Режим тренировок. Ну, у меня, наверное, он все-таки безрежимный пока какой-то. Я очень люблю кататься на велосипеде. Я это делаю практически каждый день и делаю только если очень сильный ветер, потому что, ну, сдувает велосипед. Либо если очень сильный дождь. А так, да, я все время катаюсь, у меня минимум 30 километров в день. Очень много хожу, и сейчас мне понравилось. Я сегодня с Рима сделала зарядку, которую с нами делала Рима по энергопрактикам, по дыханию. Мне она очень зашла, хотя до этого я не воспринимала ничего в виде йоги вообще не воспринимала. И мне очень понравились практики с Настей, которые вот она свои практики нам озвучивала, показывала. Они есть пока только в закрытом клубе у нас ее практики, по-моему. Но я думаю, что на ее страничке тоже их много. Вот, еще вот всякие вот такие вот практики осваиваю, но пока только у меня вот оно все естественным путем. Иногда бывает, что если я на длительных сухих днях, на длительных депривационных днях, то есть это после пятого дня без подсыпания только если, то очень хочется именно железо потягать. И вот после четвертого, пятого дня депривации я обязательно хожу в спортзал. И там вот я именно на тренажерах работаю достаточно длительное время. И мне это приносит огромное удовольствие. Вот, потому что там идет иное восприятие пространства, иное восприятие. Там идет иная плотность пространства на депривационных днях. И именно по-другому воспринимается тяжесть. И это очень здорово. Я ощущаю свое тело. Что касаемо холодной воды, то горячую воду я сейчас не воспринимаю. Мне она не очень приятна. Я очень люблю купаться в природных источниках. Но если такой возможности нет, то я, конечно же, либо принимаю душ, либо принимаю ванну, я принимаю ее холодную. Вот, это то, что касаемо холодной воды. И про сауны. Сауну я раньше очень любила. То есть особенно я очень любила, когда жила на Урале. Это после бани, в снег. Мне кажется, это огромный кайф. Но вот сейчас я переехала в Краснодарский край. И здесь мы практически полтора года живем. И как-то не было у нас еще такого, чтобы мы сходили в баню. Потому что летом жаркой особо не хочется. А зимой, наверное, все-таки мы с детьми куда-нибудь съездим в какую-нибудь баню. Но чтобы обязательно она была с какой-нибудь ледяной водой. Потому что без ледяной воды я не могу. И на таких длительных днях я не знаю. Пока не была я вот на таком длительном периоде в бане. Но как только буду, обязательно расскажу. Вот как раз относительно продолжения здесь спрашивают. Какая длительность сна сейчас и глубина сна. Есть ли глубина? Продолжительность сна? Да. То есть, ребят, у меня еще бывает такое, что я очень... У меня бывает несколько дней. Бывает день-два, когда мне прям хочется спать. Вот, и... Аккуратно. И у меня... Я бывает, что вот прям вырубаюсь на часа два. Бывает даже три. Нет. Я вот так жёлтый шёл. Но это очень редко. Обычно у меня бывает, что... У меня подсыпание минут по 15. И, возможно, несколько раз в день. У меня часто очень бывает, что... Дня три-четыре для меня это норма, когда я вообще не сплю. Вот так вот. В глубокие сны я уже не падаю. Да, в глубоких сны. Получается, что два-три часа можно подряд заспать, когда сильно хочется. Что вот я тоже осенью сейчас очень сильно чувствую. Прям меня... Вот, видимо, действительно есть пора активности. Весна, лето. А осень какой-то уже... Я в спячку уже захожу. Да, но вы даже прислушиваться к своему организму. Потому что там же идут процессы. Там идут процессы перестройки. И они будут идти... Но если вы заходите на какой-то иной режим вашей жизни, неважно какой, эта перестройка, она будет как минимум два года. И поэтому нужно, если тело просит, не надо... Мы же никому ничего не доказываем. Мы же идём во благо себе. Если я чувствую, что у меня какие-то процессы, что мне прям хочется спать, значит, мой организм этого... Ему это для чего-то нужно. И я позволяю себе это сделать. И с огромным удовольствием. Но в сны я уже не проваливаюсь. У меня всё равно такой поверхностный сон. И ещё относительно веса. Зафиксировался ли вес, Светочка, у тебя за вот эти семь месяцев, восьмой? Он у меня зафиксировался, да. Ну, я думаю, что, может быть, там при каких-то обстоятельствах, может быть, прыгает килограмм-два, но у меня нет весов, я вам не могу сказать. Я просто по одежде могу сказать, что да, он зафиксирован, он стоит как-то, в принципе, на одном месте. Ребята, в зуме, если есть вопросы, включайтесь. Задавайте. Значит, про сон я спросила. И, собственно, вот тут до этого было такое длинное, я так понимаю, что ещё Татьяна не сильно в этих терминах орудует. Она написала, вчера на вашем канале смотрела и обнаружила важность депортации сна. Но я так понимаю, что депривации сегодня на сухих днях. Вчера спала два часа, и сегодня весь день воду свою. Но весь, но виски давят. Как применять депривацию сна? Как, блядь? Мы же прекрасно-таки потихонечку, да. Все заотвечаем. Да, депривацию сна, всё-таки, я по себе могу сказать, что у меня депривация сна на еде, она никак не заходит, только вне еды. И депривацию сна лучше делать, когда вы, во-первых, находитесь либо на совсем оплегчённом питании, либо вне питания. Обязательно нужно убирать воду, потому что вода нас закручивает, раскручивает на другие вибрации, которые мы не сможем поймать, тех ощущений, которые идут на депривации. И если вы хотите идти в этот опыт на несколько дней, то я бы рекомендовала вам ставить будильник на 15 плюс 5. То есть 15 минут сидя поспать и плюс 5 минут, чтобы там потихонечку встать, потянуться и пойти. Болит голова? Это в любом случае нужно понимать, что это токсины. И нужно знать, какой у вас режим сухих дней. Потому что нужно понимать, какой режим был у вас до этого, какой сейчас режим, как вы питались, какая у вас была физическая нагрузка. Потому что я сейчас вам дам какие-то рекомендации, а они, может быть, вам вообще не подходят. И это будет только усугублять ваше положение. Поэтому вот прям таких в открытом эфире рекомендаций давать, я думаю, не следует. Это нужно всё с комом делать, всё нужно смотреть, всё нужно прорабатывать, всё нужно учитывать. Это очень важно и очень нужно бережно относиться к себе. Вот. Ну, собственно, на канале у нас основное, дальше у нас люди беседуют, всё в порядке. Вот. Тоже есть у нас люди, следующие в различных моментах. Я вот спрашиваю, может быть, у нас есть голос, друзья. Голос зума. Кто проявится? Серёж, что вы хотите сказать? Там про... Так, меня слышно, да? Слышно меня? Слышно, слышно. Чуть громче, прям усилие. Там про биоту спрашивали. Если есть желание, в двух словах могу объяснить. С медицинской точки зрения. Да? Говорит. Можно говорить, да? Конечно. Куда мы без тебя? Давай уже. То есть, на данный момент, если взять нашу общую биоту, в нашем ЖКТ, желудочно-кишечном тракте, примерно 25 хороший, 25 плохой. И 50 нейтральный. Когда человек меняет питание, она автоматически перестраивается. Если человек кушает что-то плохое, начинает увеличиваться плохая биота. И 50 тех, что 50 процентов нейтральных, начинают переходить на ее сторону. Когда человек начинает кушать правильную пищу, с тех нейтральных 50 процентов начинает на хорошую биоту переходить на ту сторону. Примерно вот так. И когда человек меняет питание, она автоматически меняется. Прогноз хороший, да, Сергей? Да. Я просто не понимаю, как вы ее увидели, биоту. Потому что говорят, что медицинский термин. А кто ее увидел, и как она... Видели, видели. Я лично... Какими фактами она переходит в хорошую и с плохой. Я лично видел. Ну, не буду в эти подробности вникать. Все это правда. Сергей лично знаком с ней. Хорошо. Мерен на слово. Лично знаком, видел, как выходило, и анализы были все как положено. Ладно, потом нам в закрытом чате расскажешь. У нас там ужастики всякие есть. Подробности, сами понимаете. Это ж такое. Ладно, хорошо. Итак, сейчас посмотрим. Так, я не вижу. Так, ага. Не поняла. Я еще на вопрос такой. Длительная практика – это сколько? Я недавно присоединилась. Если вы про себя спрашиваете, то длительная практика у вас может быть длительная на основании ваших дней. То есть если вы нисколько еще не были на сухих и чистых днях, то для вас длительно это будет сутки-двое. И у каждого она своя, длительность своя. Если вы про это спрашивали, то ни в коем случае не подстраивайтесь под чьи-то длительные дни. Обязательно смотрите на свои. Я зависла, потому что я тут уже не понимаю. Люди между собой уже переписываются. Советы дают там. За диагностикой, потому что у кого грязная и так далее. Поэтому, ребят, включайтесь. Так, у нас же здесь все живые в зуме. Да. Он нравится делать сейчас, как идут дела в целом. Ну, нравится делать сейчас. Это мне всегда доставляло огромное удовольствие общаться с сыновьями. Они у меня достаточно такие, как мне кажется, умные, наверное, как любой маме. Мне нравится с ними куда-то ходить. Мне нравится с ними гулять. Мне нравится с ними ездить на соревнованиях, заниматься спортом. Я люблю себе выделять время покататься на велосипеде. Это мое время, когда меня никто не трогает. Я не отвечаю ни на какие звонки. И нравится, ну, сейчас мне очень нравится именно делиться опытом. Это я чувствую, что я после того, как я делюсь опытом с ребятами, сейчас с вами, на марафоне, на марафонах, в закрытом клубе, я обнуляюсь в этом процессе. И когда я обнуляюсь, ко мне приходит новая иная информация. И это очень здорово, когда ты наполняешься информацией, это чувствуется прямо на физическом уровне. И это очень клевое такое состояние. Мне оно очень нравится. И вот уточнение вопроса от Татьяны, а нет, от истории, членная история у нас тут, спрашивала по поводу, что она здесь только зашла. Она спрашивала длительность именно у тебя, Светочка. Я отвечу с 14 марта, Светлана у нас в этой практике. Так что уже скоро будет 8 месяцев. Пока 7,5. И еще здесь вот очень такие прям все структурированные вопросы. Начиная от начинания автономии в своем... Ой, сейчас мне учат. Скажите, пожалуйста, можно ли создать создать инструкцию, рекомендацию по основным аспектам? Уделяют у меня. При условии уже осознания необходимости жить в автономии и имеющей мизерный опыт голодания. Вот, насчет инструкции. Ну, насчет инструкции я очень много думала, и это, наверное, такой, настолько он индивидуальный подход. Если говорить об инструкции, то я могу, как многие, очень многие на Ютубе уже, дают инструкцию входа и выхода с сухих дней. А если мы говорим про автономию, то тут не может быть инструкции. Тут нужно постоянно быть в этом процессе, постоянно в процессе познания себя. И именно поэтому я организовала вот этот закрытый клуб, где мы с ребятами постоянно в общении, то есть открываются новые и новые темы. Их невозможно вложить в одну инструкцию. Они на каждом этапе, на каждом этапе познания себя, у каждого они иные, индивидуальные. И когда мы раскрываем какую-то тему, каждый в этой теме находит что-то своё. Я могу рассказывать об одном, а люди услышат о своём. И это очень важно. И вот в этом, именно в процессе автономии, это не среднестатистическое состояние человека. Это не про то, как накачать мышцу в спортзале, что одно и то же упражнение можно делать, либо два упражнения. Это про другое. Это именно про нашу голову, которая настолько уникальна, настолько имеет, наверное, разные грани и разные аспекты любого понимания, каждого понимания, что это про инструкцию, наверное, здесь говорить сложно. Вот именно инструкция, наверное, у нас и есть вот этот клуб по интересам наш. Вот это наша инструкция есть. Там каждый может найти свою тему, которая ему интересна. И, наверное, даже каждый может найти спикера, потому что мы с ребятами, с которыми там ведём эфир, эти все эфиры у нас в записи остаются и с Римой, и с Настей, и со Светой сейчас будет, и с Ларисой. И про холодную воду нам расскажут, и Артём у нас будет спикер. То есть у нас очень много будет ребят, которые хотели бы высказаться о своём опыте. И, возможно, опыт будет важен не только мой, но и чей-то ещё. Может быть, какую-то капельку из чужого опыта вы можете взять себе и применить, и она будет для вас актуальна. И вот это, наверное, важность, когда мы же с вами меняемся каждую минуту, мы же с вами проживаем каждую минуту что-то новое, и в клубе постоянно появляется что-то новое. Это очень важно. А если мы говорим о том, что мы хотим начать жить, потому что автономия – это про жизнь, это закрутить романс жизни. Невозможно научить жизнь на чём-то мёртвом. Но это моё восприятие. Да, абсолютно согласна. Всё двигается. Человек настолько индивидуален. А основы вы можете посмотреть. Как раз Светлана всегда рассказывала неоднократно про то, как заходить, на чём заходить, что бывает во время этих моментов, когда вы уже на пищевых паузах либо на длительном периоде практики. И также, как выходить. То есть смотрите эфиры, конспектируйте, друзья, потому что вы будете знать, а дальше уже ваше личное самочувствие с опытом уже дадут знать. Друзья, я хочу сказать, что у нас остается 10 минут. Мы не будем задерживаться долго, потому что Светлана с каждым днём всё больше и больше добавляется эфира, всё больше и больше консультаций. И я хотела бы вот здесь ещё кое-что вопросить. Знаете ли вы кого-нибудь, у кого выросли новые зубы? И беременность на автономии интересна? У кого выросли новые зубы, я лично не знаю, но есть, по-моему, в соцсетях, есть люди, которые показывают, что выросли новые зубы. И зимой, когда я только начинала свой путь, я выступала в зуме, и женщина-стоматолог из другой страны, я не помню из какой, она говорит, я могу вам предоставить несколько снимков, когда у обычных людей начинается третья смена зубов. И это сейчас не такое редкое событие. Если вы наберёте в Ютубе, то это действительно достаточно такое уже массовое событие, когда, да, действительно, третья смена зубов, она очень актуальна. И это не какое-то волшебство, это действительно наш организм так может реагировать на какие-то вещи. Но это нужно будет отслеживать. Если кому-то это интересно, наверное, кто-то может развить эту тему. А что касаемо беременности на автономии, да, у меня тоже был ролик, потому что вторую свою беременность, первый триместр, я была полностью на автономном питании. Три с половиной месяца я не кушала и не пила. Но я тогда ещё не знала в полной мере про автономию. Ну, как я не знала про автономию. Я тогда находилась, я тогда мечтала находиться на сыроедении, но мне родственники сказали, что ни в коем случае нужно мясо. И, видимо, я так хотела, что в первые дни моей беременности мой организм перестал принимать еду. То есть, что бы я ни съела, даже пол виноградинки, у меня был жуткий токсикоз. И чтобы продолжать работать, я просто убрала еду и жидкость. И так получилось, что об этом как-то в процессе никто особо не заметил, и я про это забыла. Но когда врач после начали второго семестра мне сказал, что, говорит, странно, говорит, вроде бы и живот растёт, и всё, говорит, а вес у тебя не прибавляется, давай-ка полежишь в стационаре. И для меня это тогда было, наверное, как-то страшно на тот момент. Думаю, ой, что же там с ребёнком? Действительно, первый триместр самый важный, самый главный, когда формируются все внутренние органы ребёнка, а я совсем не ем и не пью. Я себя замечательно чувствовала. Я работала, я работала очень много. То есть я утром уезжала на работу, к ночи я приезжала с работы. Было всё великолепно, но вот под чувством страха я, наверное, зашла обратно на еду. Но я могу сказать, что у меня ребёнок родился, он родился уже амбидекстером. Амбидекстер – это который и правая, и левая полушария работают одновременно хорошо. Он мог и левой, и правой рукой как кушать, так рисовать, и мог одновременно этими руками рисовать какую-то композицию. У меня даже на YouTube-канале это где-то выложено. Это действительно есть. И я сейчас понимаю, что это не страшно, но не могу сказать ничего. Я всю беременность не ходила в автономии. Первый триместр у меня это было. Формирование ребёнка у автономной мамы – это было. Это я могу сказать, это я могу поделиться. Да, можете также посмотреть. У нас есть люди, которые всю беременность в автономии были и продолжали потом. Они, конечно, по-моему, все кормили, да, никто не смог устоять от этого. Ты тоже кормила, да, ребёнка своего? Да, да, да. Я кормила до двух с половиной обоих деток, поэтому пока ничего не могу сказать, но я в этом в любом случае ещё разбираюсь, потому что мне интересны эти процессы, и каждый раз ко мне приходят какие-то новые знания, которые я постоянно озвучиваю на своих марафонах. Именно, может быть, поэтому они мне каждый раз и отличаются друг от друга. И сегодня вот новые какие-то у меня аспекты пришли, но которые я пока не буду озвучивать, это на широкую публику, но есть такой момент, да. Но пока все процессы сама не изучила, не могу туда тащить людей, не могу сказать, что это клёво, но про первый триместр я могу заявлять с полной ответственностью. Да, прекрасно, что только тогда, когда уже мы на себе всё исполняем на 100%, только тогда можно давать рекомендации, вести за собой. Светочка, я вижу, что у нас остаётся пять минут, и всё-таки ты скоро уезжаешь в Екатеринбург, а записи будут ещё смотреть люди из разных городов, и, может быть, у кого-то есть родственники, друзья, и сами люди из Свердловской области будут смотреть, также из Тюминской области я отправлю своим друзьям. Вот, пожалуйста, сделай объявление, вот где ты будешь, какого числа у тебя запланирована встреча, по каким контактам тебя найти. Да-да-да, я обязательно сегодня-завтра это сделаю, скину, и кто будет Свердловская область, Челябинская область, Пермская область, всё, что рядом, с Екатеринбургом, если будет такое желание, такая возможность, то присоединяйтесь. 4-го числа я буду там организовывать, вернее, девочка будет организовывать встречу, а я буду на ней присутствовать. Конечно же, я дам все контакты, они будут и в Ютубе, и в Инстаграм, и на страничке тогда будут уже и Римы, поэтому, конечно же, дам все контакты, буду очень рада новым встречам. Светлана, у тебя 4-го ноября, насколько я помню, в разговоре, да, запланированно? Я там буду со 2-го числа по 6-е, потому что у меня ребята просят ещё две встречи, чтобы и 4-го, и 5-го, не знаю, как там пойдёт процесс, но, в принципе, если будет принципиально сделать там, например, и 3-го числа встречу, то я думаю, что это всё можно будет обсудить. Ребят, ну, как всегда, после каждого видео нас по полстаре, вы видите сейчас ссылки на Светлану, Телеграм, Инстаграм, здесь и личные там контакты в Телеграм-чате, поэтому пишите, ищите, все ссылки вас выглядят на Светлану, и вы сможете переговорить как соорганизаторы, как люди, заинтересованные в том, чтобы эта встреча состоялась со Светланой уже тет-а-тет, в оффлайне, поэтому я думаю, это будет интересно. Вот, я тоже тут немного была приглашена на Екатеринбург, на немного другие планы, поэтому посмотрим, посмотрим, хотя мои планы уже с 10-го сдвинулись на 15-е, Света, посмотрим. Ну что ж, друзья, я смотрю, есть ли у нас еще вопросы, и Света, что у тебя, моя дорогая, уже благодарят нас за эфир. Ну все, все благодарят нас за эфир, собственно, я думаю, что мы удовлетворили все ответы на вопросы, Светлера все полностью ответила, как всегда, как говорит моя знакомая, по чесноку все было сделано, по-честному. Светочка, ну что ж, следующее вещание у нас будет уже из Екатеринбурга, если получится. Да, уже из Екатеринбурга будет. Ну что ж, с Нежной, наверное, будет Екатеринбург встречать Светулю с сыновьями. Друзья, сделайте это на 100% хорошо. Владимир, вы с вопросом, здравствуйте. Здравствуйте. Ага. Нет, я просто включился. Ага, очень жаль. А мы уже заканчиваем? У вас есть еще пару минут? Я вас сначала смотрел. Хорошо. Хорошо. Вы практикуете что-нибудь? Ну, я скорее бездельник. Ну, расскажите, мы тут все такие собрались, уже наделали делов до этого. Вы просто хотите со мной познакомиться? Конечно. Что у вас? Да, не случайно же люди сюда заходят. Ну, так меня многие знают. Очень хорошо. Я просто, когда вас слушаю, я к вам не пристаю с вопросами. Ну, расскажите немножко, какие у вас достижения в этом опыте? Есть ли не трудные? Ну, маленькие. Последнее время все тяжело дается. в основном жидкие дни. На жидкостях иногда остаюсь. Неделю могу на жидкостях просидеть. Но это соки. Соки, чаи травяные. Ну, день-два сухих прибавлю плюс к ним. Хороший результат, да? Два-три раза в месяц у меня бывает один, два, три дня сухих иногда подряд. Работать я в этом направлении начал в 85-м году. Самая длинная без еды 18-е суточная, но это были 90-е. А на жидкостях самая длинная несколько раз по 23 дня. Несколько раз вылечил людей с онкологией с помощью соков. Да, несколько раз вылечил с онкологией людей с помощью соков. По профессии медицинской я висцеральный терапевт. То есть руки могу в живот воткнуть. Вот светит тут. Иногда говорит, не надо ручками туда лазить. Ну, это она зря. Пусть люди изучают свою жизнь. без знаний. А, да, правильно. Но знания в интернете же выложены. Я вот автополстару я ему несколько раз кучу ссылок скидывал. У него всегда можно попросить ссылки как правильно работать с животом. У него точно есть эта информация. Это по голову, да? По голову, да. Да, я его ученик. Я тоже его лично учился. Но я когда у него учился, я уже был мастером. И он после курсов сразу всех, кто вместе со мной учился, ко мне отправил лечиться. А где вы живете? Кстати, Агулов тоже очень хорошо относится к соде по нему Ивакину. Ну, мы с ним, да, мы с ним говорили на эту тему, мы поделились опытом голодовок. Он же тоже 20 дней без еды прожил в свое время, будучи студентом. Меня хорошо слышно, а то у меня микрофон не будет. Да, Владимир, а скажите, пожалуйста, вы в каком городе сейчас? В Сочи. А, мы с вами рядышком, все рядом, на одной линии. Понятно. Прекрасно. А я что-то хотела все-таки, а вот смотрите, Светочка, смотри, как они, Владимир и Лариса наши подходят, они там с 70-х годов уже в практиках. Надо вас познакомить с нашей Ларисой, она у нас завтра в 7 часов вечера будет выступать. Света, она будет на автопустаре выступать или на школе автономии? Она будет на школе автономии в Инстаграм. Ну, в Инстаграм и будет на двух каналах в Ютубе. Это на моем канале и на школе автономии. Ну вот, завтра посмотрите, Владимир, в 7 часов вечера нашу Ларису. Она тоже у нас такая уже девочка с опытом в возрасте хорошем, таком цветущем. Хорошо? Да, и самое главное... В 7 вечера будет внучка в гостях, наверное, не получится. Ага. Ну, внучка в гостях. Понятно. Ну, посмотрите потом записи. Да. Очень приятно, что у нас появляются такие практики, практики длительного уже, не знаю, десятилетия уже. Это можно сказать не то, что 30, уже практически 40 лет почти. Ну, я как-то подсчитывал. Около трех лет я, наверное, прожил без еды в целом. Пока экономия, друзья, вы только подумайте. Да, ну, что вы. Когда выходишь из еды, деньги улетают только так. Соки чего стоили, особенно в Советском Союзе яблочки, я как-то в один из годов купил свеклу вместо яблок и там наткнулся на очень необычный эффект. Свеклу невозможно просто взять и выпить. Ее нужно 2-3 минуты держать во рту, прежде чем проглочишь после голода. Как будто кирпич раскаленный проглатываешь. Если разбавлять. Зато я увидел, что слюны хватало только грамм на 120 свекольного сока. Если каждый глоток минуты 2-3 выдерживаешь во рту, чтобы слюна преобразовала сок, а потом он приятно погружается в желудок, то после того, как полстакана отхлебываешь, потом видишь, что слюны больше нет. Это означало, что организм больше то ли не хочет, то ли не может. Получалось, но тогда еще неоптен был по наставлениям сок надо хотя бы через час или через два, если на следующие часа дни каждую следующую порцию, а уже через 40 минут страшно хочется. Ей надо было через 40 минут, но я тогда об этом не знал. Это позже я научился. А вот теперь мы знаем другое, Владимир. Светлана нас научила выходить на полыни, отвар полыни. Я слышал про это. Но дай Бог, чтобы ни у кого не случились судороги. Но если, ребята, у кого-то случатся от полыни судороги, тут же берем лимонно-медовую воду и пьем ее хоть чайниками, пока не отпустят. Спасайтесь, как и учат Аюрведа, кисло-сладкими напитками всегда. В крайнем случае, как Галина Шаталова делала, это все-таки врач высшей категории, вот она же чернобыльцев лечила, она добавляла десертную ложку темно-красного вина на стакан свежевыжатого сока. И если вы посмотрите опыт бенедиктинских монахов, как вот возник бенедиктинский напиток алкогольный в Советском Союзе, это же полынная водка, монахи же умирали после Синокоса и Византийской церковь им предложила делать такой напиток, чтобы подкапывать его в воду. После сильного обезвоживания вода может убить. Это, кстати, в гомеопатии описано для ацидом сульфурикум. Если кто в гомеопатии разбирается, может открыть свой справочник и посмотреть ацидом сульфурикум. Там алкоголики у нас блюют от воды и им либо надо накапать одеколончика в водичку, либо их лечат этой серной кислотой гомеопатической. Вот. И потом у нас пираты создали свои запасы алкоголя на кораблях, потому что если обезвоживание нашли остров, попили и все поумирали около родника. Поэтому добавляли в воду немножечко спирта. И кто у нас еще? В июрведе если насекомое, ядовитое или змея укусило человека, каждые 15 минут выпивается десертная ложка красного вина. и тогда кровь не склеится и вы не умрете. Светлана уже восьмой месяц так стопирует. Ну вот теперь у нее будут запасные знания. Если вдруг сильно захотелось выпить, она знает, что в этом случае сделать, как избежать судороги и не умереть от инсульта. Капель штырта, вина, кого рассвета и все. Да, в полынную водку. Вы же помните самый дорогой алкогольный напиток, который у нас бывает на полках магазинов. Он такой зеленоватенького цвета. Это полынь арника там в составе. Это не тройной деколончик? Нет, нет, нет. Я имею в виду высшей марки алкоголь, который считается полунаркотическим. Апсент. Апсент, да, из тех, которые лечебны, это Беннер голову занял место в лес, куда не надо. Бехеровка. Такая зелененькая, зелененькая, ликерообразная. 12 или 14 растений горьких полынообразных. Как видите, с сахаром. Не зря же Восток всегда использует балансировку горького и сладкого, потому что длительное применение горечи вызывает высыхание нервной ткани. Судороги. От полынья. Поэтому все с утра попившие кофе сразу хватают сигарету или бегут и бегут за ликером. Так что назад надо возвращаться после этого всего. Это все сложно, разберетесь со временем, насмотритесь, как это работает на ваших склонях. Владимир, не выключайтесь, пожалуйста, потом, после эфира мы с вами спишемся, пожалуйста. Ну что ж, друзья, вот так вот у нас такие случайные, не случайные гости появляются с огромным опытом. Еще не знавшие и не имея такого, скажем, определения, как остановия, люди уже с 80-х годов практикуют, делают выводы и уже с этих рельсов не сходят. Так ведь, Владимир? Ну что ж, да. И на этом, на этой ноте мы, наверное, будем заканчивать, Светочка, да? Будем заканчивать. Итак, следующий эфир у нас будет из Екатеринбурга в это же время, в четверг, как всегда, в 10 часов вечера в Москве. И Екатеринбург и все прилегающие области выходите на связь со Светланой, узнавайте, где что будет, проявляйте инициативу и до встречи. Всего доброго. Светочка, спасибо тебе огромное. Пока, дорогая. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok